Подсказка. Ребята, вы сделаете такую штуку. Каждая перестановка выписывает такие документики. Я перестановка на пяти элементах, при этом на двух из них я ничего не делаю, то есть они остаются на месте. Я выписываю каждому из этих двух элементов справку о том, что я его никуда не перевожу, кроме как в него снова. Смотрите, тогда перестановка, у которой 4 неподвижных элемента, фактически выпишет 4 справки. У которой 5 неподвижных элементов, выпишет 5 справок. Формально это вот что такое. Мы будем рассматривать не перестановки, а пары. А именно, элементик, это некое число x. И перестановка. Но при этом пары будут не любые. А пары с таким условием, что b от x это x. Каждая перестановка будет посчитана при этом столько раз, сколько у нее неподвижных элементов. Это понятно? Или непонятно? Понятно. Понятно. А теперь внимание. Скажите, пожалуйста, а каждый элемент получит справки от какого количества перестановок? От n-1 вегетариала. Абсолютно верно. Каждый из n элементов получит справки от n-1 вегетариала перестановки. Потому что от кого он получит справки? От тех, где он на месте. А если он на месте, то все остальные n-1 элементы, что хотят, то делают. От этих перестановок n-1 вегетариала. Значит, элементов n, каждый из них получил n-1 вегетариала справок. А если на это выложить, то получается n умножить на n-1 вегетариала. А это n умножить на фегетариала? n умножить на факториала числа n-1. Это н-1. А теперь богу сможет. Подсказка. Он решается ровно так же. Только надо понимать, какие справки выписывать и кому. Сформулирован он специально неправильно. То есть на самом деле надо бы сформулировать его совершенно по-другому. Утварительно. Да. Может быть даже вы догадаетесь сами. И боятся антонизации. Нет. Подумайте. Как разумно сформулировать пункт В, чтобы все получилось хорошо? Чтобы он так же легко доказался, как пункт В. Пункт В, по сути, говорит, что сумма квадрата ката это 2n факториала. Что еще раз? Есть раз пить скобки. Да. Смотрите, там будет 2k минус 2k плюс 1, умноженное на ката. Это минус инфториал. И еще идет о перестановках на n элементах. И в табличке в n столбце и в катой строке написано, сколько существует перестановок, которые ровно k точек оставляют на месте. А вообще теперь перестановка на n элементах. Оказывается, что верны такие утверждения. Сумма всех окатах это n факториал. Сумма k умножить на окаты это тоже n факториал. И когда k минус 1 возвышишь в квадрат, умножишь на окаты, тоже получишь этот стрелок. Который начал понимать, он знает, что k минус 1 в квадрате знает такую форму. Но вот в каком виде разумно записать формулу, чтобы ее стало легко доказывать? На мозг. Да, да. Итак. И когда k умножается на окаты, в сумме получается n факториал. Ну, 2 ин факториал. Что я? 2 умножить на n факториал. А вот неинтересно. А вот можно без 2 умножить? Ну, из-за того, что есть плюс 1. Что я? Смотрите, минус 2k плюс 1 умножить на окатая сумма, это минус n факториал. Почему? Почему минус? Это n факториал. k квадрат минус 2k плюс 1 умножаешь, получается n факториал. А вот как бы получить тоже n факториал, но с учетом k квадрата? Что, правда, не понимаешь? Нет. Не пиши, сумма k квадрат, значит, надо сообразить, минус сколько k умножить на окатая, и все это равно n факториал. Вот сколько там этих аккаунт? Я готов доказать. Да, а как? Можно даже видеть? Да, да, это да. То есть, у вас есть вопрос, у вас есть вопрос, у вас есть вопрос? Это значит, что? Да, 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 дальше я могу прямо его изменять. Что? Я могу просто так стирать. Пожалуйста, пожалуйста, что значит? 1 квадрат – это 1. Да. А сумма для всех аккаунтов – сумма 2k равна n факториалам. Теперь понимаешь, как к тебе относятся студенты независимые? Понятно? Понятно? Да, 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 понятно. То есть, самое, что 2 сумма для всех аккаунтов – 2k равна n факториалам. Да, конечно. Поэтому, а сумма для всех аккаунтов – 2k равна n факториалам. Извини, пожалуйста, можешь прислать немного покрупнее? Хорошо, дальше-то что? Хорошо, дальше-то что? Да, дальше-то что? Так вот. Получается, что… Это k квадрат умножаешь на аккаунт, и должно получиться 2n факториалам. Почему оно получится? 1k равна n факториалам. 1k равна n факториалам. И почему же будет 1к равна? То есть, это… То есть, это… Мы спрашиваем n факториал на аккаунт, и все это равна, то же фа – n факториал. Теперь, направим все это на сумму в руках на пункт b, Когда здесь встает 2, а здесь как? Нет, вот это уже нельзя. Нельзя разные слагаемые делить на разные числа. Это уже даже... Это не слагаемые, а разные. Тем не менее. Подумайте, пожалуйста, это неверная ситуация. Сумастоя. Нельзя. Потому что корень не решили надо. Знаешь, Люч, ко мне не так относятся. Дело в том, что у нас тут Коля ездит задавать задачи на занятия кружка для старшеклассников. И, соответственно, если здесь он выглядит как самый старший, то там, наоборот, рядом с ним все эти 20-25-летние дети. И, соответственно, он там выглядит так же, как этот молодой человек здесь. Коля, но тем не менее, они же тебя не прогоняют. Они же пытаются понять твои мысли. Уближенная столь же разума, фу, 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 фу. Александр Васильевич, а я тут на меня делаю? Идеально. Идеально. На всякий случай, лет до 50-ти любая женщина красива просто вот потому, что красива. Вот дальше возникают проблемы. Дальше называется уже возраст, не позволяет всем быть красавицами. А там до 40-50 лет можете не беспокоиться. Да. То есть сумма, как квадраты умножить, а как оно получает, что-то фигня. Мы не решили ничего. Ничего еще не сделаем. Не просто. Не сделали. Справки надо выписывать. Сейчас надо просто вместо просто xr рассматривать по xy. Правильно. А что будем справки выписывать? О том, что они оба неподвижны. Правильно. Все. Это решение. Нет. Справки выписываем. Ребята. То есть справка состоит из перестанувки пи и двух неподвижных точек. Теперь вопрос. Сколькими способами можно для двух данных элементов выдать справку? Да. Двумя. Кх и yx. Нет. Это повторял. Это повторял, конечно. К минус. Н минус. Хорошо. Если зафиксировали точки x и y, то остальные точки могут переставляться как угодно. Могут на месте стоять. Могут переставляться. Значит, для фиксированной точки x и y справа будет n минус 2 в триал-шпу. Правильно? Отлично. Внимание. А сколькими способами можно написать углу x? Сколько элементов может быть на первом месте в справке? У нас есть множество перестановок на n элементов. Да. Мы рассматриваем всевозможные тройки. x, y, b. Где x любой из n элементов, y любой из n минус 1 оставшихся. И фи это перестановка с двумя неподвижными точками x и y. И может быть еще с какими-то. В основном случае, посреди n умножить n минус 1. Абсолютно. Абсолютно. Количество справок. Это произведение. n на n минус 1 на n минус 2 в триал. А это n в триал. То есть количество справок, это опять инфидемент. Хорошо. Да. А про x, y, b и n, x, b. Это все разные? Я написал, что разные. Здесь написано тройка. Когда в математике... Черт. Вы же не слышите ответ. Вы же задаете вопрос, вы не слышите ответ. Я написал тройку. Когда речь идет о парах или тройках, то всегда считается, что порядок не существенен. Итак, справок всего n факториал штуки. Теперь вопрос. А скажите, для данной перестановки, в которой к неподвижных точек, сколько может быть справок для каждой данной перестановки и у нее к неподвижных точек? n минус k. Нет. k умножить на k минус 1. Потому что, если вы фиксируете вот эту перестановку и у нее к неподвижных точек, то после этого любую из этих неподвижных точек можно написать сюда. и любую из оставшихся сюда. Любая из k это камень аута. Любая из оставшихся это камень аута. Понятно ли это? Замечательно. Ну, тебе надо это умножить на а к аута и просуммировать по всем камням. Это не будет количество справок. То есть, я тут делал. Как это связано с нашей задачей? Это очень просто. Здесь k квадрат минус k. Смотрите, что мы теперь делаем. Еще вычитаем k и еще прибавляем 1. Вычитание k это пункт b. Прибавление единицы это пункт a. Поняли? Да, где? То есть, k квадрат минус k это вот при помощи считания x-равка. Минус k это пункт b. Плюс 1. Это пункт a. Заметьте, как забавно. Получается, что если бы надо было, мы могли бы выдавать справки x, y, z. И тогда было бы с качатом третьей степени. А нет. А уж если мы стали. А давайте все-таки докажем вот это свойство. Если из а первого от n вычесть а милевое от n, то получится плюс-минус 1, причем, ну на самом деле, минус 1 в n плюс 2. А первое от n, то есть, если бы не было, мы могли бы выразить а первое и а нулевое от n через а первое и а нулевое от n минус 1. А первое от n это n умножить на а первое от а нулевое от n минус 1. Ура! Это безусловно правда. И давайте-ка это разница мы по-другому запишем. Итак, мысль разумно более сказал. Если нас интересуют перестановки с одной неподвижной точкой на, скажем, давайте, в n плюс 1 элементе, то это будет n плюс 1 умножить на а нулевое от n. Да, конечно. Потому что любым образом из n плюс 1 точки можно выбрать одну, а на остальных выстраиваете кристановку, если бы не подвижна. Я спросу, правда, говорила о первой от а нулевое от а нулевое от а нулевое от а нулевое от n. Для того, чтобы ввести инструкцию, в реальности нужно посчитать а нулевое от n плюс 1. А нулевое от а нулевого от n или a, не знаю, смотрите. Мы сочетали срок 4. Там такая идея в том, что есть, может быть, либо один цикл из 5, либо два цикла. Это же тяжело. В общем-то, в случае будет очень разнообразная картинка, там цифры быть непонятно чего-то. Ребята, есть такой замечательный писатель, Ромнинг. Кто? Ромнинг. А у нее есть замечательная идея Гарри Поттера. Помните, что там было главное у Гарри Поттера? Манти-невидимка. Манти-невидимка. Шрам это у него было с самого детства. А вот когда он появился в Готворце, то однажды сразу дал ему манти-невидимку, принадлежащую ему по семейному праву. Замечательно. Манти-невидимка это не мелочь. Это очень замечательная штука. Она позволяет решать вот такие задачи. Хорошо, Александр Ильич. Рассмотрим эту перестановку. Возьмем наш антус первый элемент, покроем его манти-невидимка. Правильно. Теперь посмотрим какая получилась перестановка. Любая перестановка как в принципе записывается. Любая перестановка, она на самом деле состоит из каких-то цифров. Правильно? Ну я не знаю как, но вот как вот так. И где-то расположено число n плюс 1. Нас сейчас интересуют перестановки, когда n плюс 1, внимание, не неподвижная ручка. То есть, посмотри, куда-то переходит. Не вообще все точно останавливаются, а нулевое ручка. То есть, все ручки куда-то переходят. А ты считаешь релево-манти-невидимка. Реально есть две ситуации. Когда у нас вот так вот в результате пошло, и опять получились циклы, и все замечательно. И вторая ситуация. Когда на самом деле было вот так. И после того, как мы его прикрыли манти-невидимкой, что получилось? Неподвижная точка. Так вот, ребята, ситуация с неподвижными точками, их а первая от n. Правильно? А ситуации таких, их а нулевое от n. Только единственное, здесь эта точка обязательность, неподвижная в паре. А здесь она после любого. То есть, это надо еще умножить на n. Это надо еще умножить на n. Вот оно, равенство. Пожалуйста, все запишите и проверьте, что в табличке оно так и выполнено. n умножить на а нулевое от n плюс а первое от n. Ну, давайте посмотрим на наши картинки. Что такое 44? 44 – это 9 умножить на 4 плюс 8. А это правда. 9 и 4 – это 6, плюс 8, плюс 44. А что такое число 9? Это 2 умножить на 3 плюс 3. Понятная идея? Отлично. А вот теперь смотрите сюда и сообразите, что нам нужно для того, чтобы инфульции все получилось. Нам нужно просто взять разность из а первого от n плюс 1, вычесть а нулевое от n плюс 1. То есть, вот из этой строчке на 2 части n. Понятно. Здесь n а нулевое исчезнет. Останется а нулевое минус а первое. А нулевое минус а первое. Ну, то есть, знак поменялся в сравнении с этим. Это будет минус 1 в степени n нулевое. Все, 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 все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok